Практически ежедневно люди совершают для себя открытия. Кто-то впервые осваивает велосипед, кто-то удивляется действию магнита, а кто-то задается вопросом, есть ли жизнь на Марсе. На страницах школьных путеводителей из серии «Узнай мир» вас ждут самые невероятные открытия из разных областей знаний. Предлагаем познакомиться с несколькими книгами из этой серии и найти ту, что придется вам по душе. Большую роль в жизни человека играют деревья. Их называют легкими планеты, они вырабатывают кислород. Множество бытовых предметов изготовлено из древесины. Люди используют деревья в качестве топлива и для строительства жилища. Прогулка по лесу – очень полезное и приятное занятие, укрепляющее здоровье человека и помогающее расслабиться. Если вам интересно узнать, как выглядели первые деревья на планете Земля, почему ель сохраняет свой зеленый наряд в течение всего года, то смело открывайте книгу «Деревья» из серии «Узнай мир». На ее страницах вы познакомитесь не только с привычными для нас тополем, рябиной и осиной, но и экзотическими для северных широт каштанами, гинго и секвойями. Удивителен тот факт, что белоствольная береза получила свое название от латинского слова «беттола» – «секущая». А в Канаде можно встретить сахарный клен, из сока которого получают вкуснейшее лакомство – кленовый сироп. Много интересной и полезной информации о хвойных и лиственных растениях, а также яркие и наглядные иллюстрации, вы найдете в школьном путеводителе о деревьях Сергея Афонькина. Паукообразные – древнейшие обитатели нашей планеты. Очень часто они вызывают чувство страха и желание держаться от них подальше. Екатерина Голубева, автор книги «Пауки, клещи и скорпионы», предлагает нам поближе познакомиться с этими животными и побороть свои опасения. Оказывается, пауки могут быть очень полезны для человека. Паутину некоторых из них можно использовать как бактерицидный пластырь и рыболовную сеть. А из яда пауков можно синтезировать лекарства от аритмии. Клещи и скорпионы редко у кого вызывают положительные эмоции. Но это не означает, что они неинтересны как вид и недостойны нашего внимания. Скорпионы, например, заботливые родители и умеют танцевать. А клещи очень живучи и могут быстро приспособиться к новым условиям. Прочтите путеводитель по миру паукообразных Екатерины Голубевой, и вам без сомнения захочется еще больше узнать о таинственной жизни этих удивительных животных. Помните ли вы, когда в последний раз совершали лесную прогулку? Сможете ли отличить съедобный гриб от ядовитого, найти самую богатую на ягоды поляну и отличить рогоз от камыша? Если нет, то скорее открывайте книгу Сергея Афонькина «Грибы и ягоды». Какие витамины содержатся в шиповнике? Почему в русских деревнях малину считали лучшим лекарством? Как съесть землянику, чтобы ярче почувствовать ее вкус? Обо всем этом расскажет автор. Для желающих заняться тихой охотой, собиранием грибов, в книге найдутся полезные советы и наглядные картинки. Белый – первый среди грибов, хороший по вкусу и по размеру. Однако нужно быть очень внимательным и не спутать его с ядовитыми, сатанинским и розовокожим грибами. Вкусных и полезных грибов огромное множество – подосиновики, подберезовики, маховики. Чем они отличаются? Как отличить молодой гриб от старого, а больной – от здорового? Обратитесь к школьному путеводителю «Грибы и ягоды» из серии «Узнай мир». С какого момента можно отчитывать историю изобретений? Считаются ли изобретениям палочки, которые терли друг от друга, чтобы получить огонь? А первобытные инструменты для выкапывания корений, резки мяса и обработки шкур? На эти вопросы ответит книга Григория Крылова «Великие открытия и изобретения». На ее страницах вы узнаете об изобретениях, которые появились в эпоху Великих географических открытий, а также о том, как люди изучали устройства Вселенной и впервые придумали использовать линзы для рассматривания мелких или далеко расположенных объектов. Как со временем видоизменялся транспорт? Кто и когда сконструировал первую фотокамеру? Какой простейший прибор позволил врачу Луиджи Гальвани изучать электрические явления в живых организмах? Ищите информацию об этом в Энциклопедии о Великих открытиях и изобретениях. Вместе с автором книги вы пройдете путь от человека первобытного до современного и прочитаете о самых важных, известных и общественно значимых мировых изобретениях. Многие явления, происходящие на нашей планете, до сих пор не могут быть объяснены наукой. Если вам интересно узнать о таинственных местах, где исчезают или попадают в другие измерения люди, то обязательно прочтите книгу Сергея Афонькина «Загадки планеты Земля». Что случилось с Фридой Лэнгер в окрестностях американского городка Беннингтон? Удалось ли кому-то вернуться из путешествия в пугающие Бермуды? Где в России находится долина смерти? Обо всем этом увлекательно расскажет автор книги. Вы не только прочитаете о фактах загадочного исчезновения людей, но и получите научное объяснение разным событиям, которые до сих пор привлекают внимание и вызывают у людей страх. Здесь же вы узнаете о чудовищах из разных стран и городов. Они кровожадны и беспощадны, запугивают местное население и притягивают огромное количество туристов. Многие слышали о Нессе, гигантской рептилии, обитающей в Шотландском озере. Оказывается, в нашей стране тоже есть чудовище. В озере Лабенкир, что в Якутии, проживает так называемый лабенкирский чор. Огромное существо темно-серого цвета, с большой головой и широко расставленными глазами. Кто же он на самом деле? Если волк, то почему живет в воде? Если рыба, то как умудряется выходить на сушу и охотиться на оленей? Увлекательные мистические истории ждут вас на страницах путеводителя «Загадки планеты Земля» из серии «Узнай мир». Эта книга отлично подойдет для тех, кто хочет проложить маршрут для самого незабываемого путешествия. Наверняка каждый из нас встречал человека, который кладет пятак в ботинок на удачу или носит с собой маленькую булавочку с бусиной от сглаза. Кто сказал, что деревце с кроной из сердолика поможет жить долго и счастливо? Правда ли, что звон колокольчика отпугивает злые силы? Почему складывать журавликов из бумаги не только интересное, но и полезное занятие? Ищите ответы на эти вопросы в книге Сергея Афонькина «Амулеты и талисманы». Если для вас мелочи имеют значение, вы верите, что предметы могут оказывать влияние на жизнь человека, приносить ему успех, оберегать здоровье и направлять на путь истинный, то этот путеводитель станет для вас верным другом и советчиком. Любители гороскопов найдут характеристику человека в зависимости от знака зодиака и года рождения. Интересно узнать, какие качества характера определяет день и время рождения человека? Тогда скорее открывайте путеводитель, амулеты и талисманы. Вы слышали что-нибудь о геммологии? Геммология – наука о драгоценных камнях и самоцветах. Она относительно молодая и еще только начинает развиваться. В ней даже не существует классификации драгоценных камней, потому что довольно трудно определить, какой камень можно причислить к драгоценным, а какой нет. Однако рассказать о свойствах различных камней и их внешнем виде вполне возможно. Это успешно делает Сергей Афонькин в своей книге «Минералы и драгоценные камни». Автор расскажет, откуда произошли названия камней. Например, аквамарин содержит в себе латинский корень «аква», что означает «вода». Кристаллы граната напоминают зерна всем известного плода, а с латыни гранум переводится как «зерно». Не менее интересно узнать о физических свойствах камней, их твердости, цвете, прозрачности и плотности. Так прочность нефрита вдвое выше стали, а опалы из-за содержания в них влаги имеют свойство высыхать и терять свою привлекательность. Почему березу называют камнем неба, а изумруд считают благоприятным для человеческого глаза, пояснит путеводитель из серии «Узнай мир» о драгоценных камнях и минералах. Мы познакомили вас только с некоторыми книгами этой серии. Так, например, для мальчишек выпущены книги, посвященные кораблям, самолетам и различным историческим событиям. Юным биологам обязательно придутся по душе издания о насекомых, растениях и человеческой анатомии. Для тех, кто идет в ногу со временем, будет полезен путеводитель по нанотехнологиям. Множество познавательных, увлекательных и любопытных фактов обо всем на свете вы найдете в путеводителях из серии «Узнай мир». Мы ждем вас в Каковинке за замечательными научно-популярными изданиями для школьников, которые точно никого не оставят равнодушными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok